24 ноября в 7 часов вечера в Фабио Коннелс на Покровке, дом 18-18, у нас будет происходить иголите-фест. Иголите, в данном случае, равенство. Мы всех призываем на одну плоскость встать и с нее исполнять свои песни. Рок, в большей мере, это музыка протеста, музыка осмысленная, не забавой ради, не для ухода от бытия и забыть какие-то свои проблемы. В нашем контексте это определенную смысловую суть несомненно несет, какую каждый говорит собственным творчеством. Мы сделаем этим фестивалем шаг на пути к превращению нас всех в такую действительно общую агитбригаду, которая сможет в нужный момент, например, когда снова потребуется как-то выразить и усилить голос какого-то протеста, да, там, рабочего, профсоюзного, социального и так далее. Да, вот мы, я считаю, нужны во многом для этого. В любой рок-музыке главная всегда была идея. Ну, каждую группу, может быть, и своя, но общая была идея это, это протеста, это, как сейчас модно говорить, оппозиция. И тот официальный рок-музык, который мне предлагают нынешние, полизационные все СМИ и все кругом источники, мне не устраивает. Оценить наше музыкальное, идеологическое поле, кто чем занимается, послушать, обсудить. Мы здесь хотим исполнить действительно песни революции, совершенно, так сказать, не только не меняя их звучание, которое было в нулевых годах, может быть, его, так сказать, наоборот, даже возвращая. Где-то реанимировать себя для последующих решений, которые мы приняли. Рок — это не только звучание, это не только инструменты, не только саунд, это, в общем, довольно сложная жизнь. Вот, если вглядываться в то, что происходило у нас в нулевые, там вообще, так сказать, были битвы. То есть этот рок был непосредственно связан с политикой, вот, чем мы, ну, наверное, имеем право сейчас гордиться. Поэтому все песенки будут вот по такому принципу подобраны. Вот их будет не так много, но каждая будет, в общем, так или иначе связана с революцией, с нашей судьбой. Потому что революция в нашей судьбе присутствует. Это приятно. Ну, мы сыграем свои самые ходовые вещи, так как у нас очень много просят. Сыграем пару новых, надеюсь, вещей, и такие, как любовь, молодость, коммунизм, революция. Слышать все, что любят, все, что просят. Постараемся все лучше вложить в то время, что нам дадут приходить. Будет интересно. Там одна из наших последних песен называется «Босс велел работать до смерти». Это песня, посвященная борьбе против повышения пенсионного возраста. Вот, например, мы ее спрятали. Мы спрятали песню «Дезертир», которая антивоенная песня, которая вошла в сборник антивоенных песен, который составляет Владимир Кукарлев. Да, замечательный тоже проект. Мы споем какие-то песни из нашего последнего альбома, который мы записывали вместе с помирскими трудовыми мигрантами, работающими в Москве, играющими музыку. Это у нас был такой снимок, концептуальный проект, посвященный жизни мигрантов, незащищенности, неустроенности, уязвимости. Строки и звуки представят свои авторские вещи. И пару-троечку мы сделаем, надеюсь, не хуже, чем в оригинале, интернациональных вещей на русском языке. И постараемся зажечь зал. Поскольку я здесь еще и как басист Банда Махоркина, значит, а у Банды песни, они все так или иначе про противостояние героя-одиночки и вот этой жуткой системы. Обязательно будет песня сломать систему, которая вообще поется на таком безжалостном слэме. Вот поэтому я про эти стены так и забеспокоился. История песен важна. Вот когда посадили товарищей наших, которые в болотном протесте принимали самое активное участие, что называется, лицами своими там примелькались. Вот эти лица как раз. Вот там такая строчка есть. Твои друзья гложет тюрем на ее доле. Ну вот это вот, собственно, друзья уже вернулись на свободу. Это приятно. А песня осталась. Вот это писалось. То есть они тоже связаны с жизнью, с протестом, с борьбой классовой. Поэтому, ну, правда, по-своему понят, индивидуально. Но они будут все. Еще раз подчеркиваем, что оно посвящено отмене всех сословий, которые когда-то были в бывшей Российской империи. Как мы помним, 101 год назад, 23 ноября это произошло. И, к сожалению, сейчас есть силы, которые пытаются увеличить разрыв между населением и власть-придержащими. Появляются касты, появляются элиты, элитки, которые почему-то считают, что именно они могут и должны владеть, править, думать за всех. И, как мы правильно перефразировали известное изречение Сервантеса, что когда восходит солнце, утро настает для всех, также мы сейчас и говорим, что когда звучит рок, он звучит для всех, а не для какой-то избранной публики, которая может за этот рок платить. Нам удалось действительно собрать более-менее такой спектр, ну, доступного нам, может быть, доступного московскому зрителю и, так сказать, вообще тем рок-слушателям, которые сейчас еще этой музыкой интересуются, да, вот это, так сказать, как это называется, кворум собрать. Собрали мы такую, так сказать, репрезентативную выборку. Ну, как вот это модно у них стало, батл. У нас-то не совсем не батл, это наоборот. Все люди стоят на одной баррикаде, да, и дружно, так сказать, высказывают примерно, ну, в одном направлении одни и те же идеи. Именно из-за того, что рок, он стал официозно коммерческим таким вот, ну, уж настолько, что в барах он звучит только как фон, и даже какая-то известная группа, там, выступая в каком-нибудь таком, относительно, так сказать, едальном месте, она все равно вынуждена в этот формат вписываться. Вот это, на мой взгляд, унизительно. И вот против чего? Ну, мы всю жизнь против этого боремся, в принципе. А что будет дальше, да, я надеюсь, что у нас поводов будет достаточно много для того, чтобы самовыражаться и не прятать свои лица, продолжать честно говорить то, о чем мы думаем, с силой нашего творчества, музыки и слов. Нужно дать хороший, мощный старт всем этим мероприятиям, и надеяться, что это будет не в последний раз в такой формате, а только будет расширяться и улучшаться, и публика будет довольна. Будет и кое-какие кавера на гражданскую оборону, так что стоит прийти и товарищам, которые относятся к Егору Летову с большим почтением. Я думаю, даже не один кавер будет, так что попрыгаем, здесь поскачем, будет весело. Субтитры подогнал «Симон»